Интересные подробности трансфера у Гальды. Спартак ищет нового вратаря, останется ли в итоге Джики? Эти и другие новости из стана Спартака мы с вами сегодня и разберем. Привет, красно-белые! За микрофоном Максим, а мы продолжаем активно отслеживать, что же такого интересного происходит на сборах Спартака. Новостей за последнюю неделю накопилось немало, поэтому нам с вами есть что сегодня пообсуждать. Ну а пока не забывай ставить свой красно-белый лайк и подписываться на канал, нам и начинаем. Главная новость прошедшей недели это конечно же состоявшийся переход Манфреда у Гальды. Я не буду сейчас вам подробно рассказывать о том, что это за игро, какими игровыми характеристиками он обладает и так далее. Ведь даже до его еще официального прихода это все было разобрано буквально до мелочей. Я лишь расскажу немного интересных фактов, что предвещало эту сделку. У Гальды стал первым игроком из Коста-Рики в Спартаке, а также одним из самых дорогих приобретений нашей команды за всю историю. Дороже него был только Густиль, которого мы брали аж за 18 миллионов евро. Да, не самый приятный был опыт, но сейчас не об этом. Так вот, куда интереснее развернулись события уже после оформления официальной сделки о переходе у Гальды. Руководство Твента начало буквально жаловаться и говорить о том, что вести переговоры с русской командой было отвратительно, но они не могли поступить иначе, все во благо команды. А один из членов совета директоров и вовсе якобы не выдержал такого и покинул команду знаков протеста. Хотя, как позже выяснили журналисты, он и так собирался уходить из Твента через пару месяцев, но вот решил немного хайпануть на политической повестке. Короче, шоу лицемерия абсурда активно набирает обороты. Ох уж эти правильные европейцы со своими двойными стандартами. Тем не менее, переход у Гальды это вообще важнейшее событие для всего российского футбола. Ведь по сути мы заново прорубили окно в Европу и теперь российские команды могут в целом вести свои переговоры с другими европейскими клубами. Понятное дело, что не со всеми странами, но как минимум прецедент создан и никаких жестких санкций в ответ не последовало. Буду надеяться, что трансфер у Гальды себя оправдает. Продолжаем тему трансферов. Вполне возможно то, что Павел Милешин в ближайшее время покинет Спартак. Речь идет об аренде в Минской Динамо на полгода без обязательного права выкупа. Сам Павел в целом не против попробовать свои силы в белорусском чемпионате и сейчас ведутся переговоры между представителями двух клубов. Напомню то, что совсем недавно из Минского Динамо вернулся другой нас футболист Даниил Зорин, который сейчас проводит сборы вместе с Основой. Там он стал одним из лучших игроков белорусского чемпионата и в целом неплохо прокачал так свой футбольный скилл. Вполне возможно то, что он тоже отправится снова в аренду, но в этот раз уже в какую-нибудь команду из российской премьер-лиги. В целом я согласен с тем, что обеим игрокам необходимо получать игровую практику, так как на данный момент времени в основе Спартака у них это сделать не получится. А с приходом у Гальда у того же Милешина шансов практически вообще не остается. Поэтому переход в Минское Динамо на правах аренды выглядит максимально логично. А тем временем на сборах Спартак вовсю готовится к возобновлению чемпионата. Ежедневно происходят двухразовые тренировки, но все пока что закрыто и недоступно для прессы. Как и первый товарищеский матч Спартака, который он провел с московским Торпедо. Это уже становится традицией проводить товарищеский матч с Торпедо, но да ладно. Матч прошел закрытым, в абсолютно смешанных составах, поэтому сказать про него особо-то и нечего. Известно то, что Спартак в итоге победил 3-2, а голы в составе нашей команды забил Зиньковский, Медина и Промес. И насколько мне известно, остальные товарищеские матчи также планируют проводить в закрытом режиме, за исключением Зимнего Кубка. Уж не знаю, что такого секретного готовит Абаскаль на весеннюю часть чемпионата. Если что, подписывайтесь на мой телеграм-канал, там я буду стараться оперативно освещать все, что происходит с нашей командой прямо сейчас. Идем далее. Неопределенность с контрактом Джики набирает обороты. Причем где-то в начале этой недели появилась информация о том, что Джики продлит контракт со Спартаком по системе 2 плюс 1, о чем я писал в своем телеграм-канале. Но сейчас в прошествии времени происходит абсолютно другая ситуация. В частности, агент Джики Вадим Шпенев заявил, что решения на данный момент времени нет, а учитывая то, что до окончания контракта остается полгода, то они могут начать вести переговоры с другими командами. Однако приоритет Джики остаться в Спартаке. Не исключен вариант того, что итоговый раунд переговоров Спартака и Джики состоится уже летом после окончания сезона. Но ситуация, мягко скажем, не из простых. Лично я бы хотел, чтобы Джики все-таки остался в составе Спартака. Несмотря на возраст и на то, что он немного начинает сдавать, все-таки он до сих пор остается одним из лучших защитников с российским паспортом. Да и столько лет был капитаном Спартака. А вы бы хотели, чтобы Джики остался в Спартаке? Пиши свое мнение в комментариях. Тем временем, Спартак на этой неделе презентовал проект Дворца спорта в Тушино. В частности, для министра спорта России Олега Матицына была презентация нового проекта, который строится на средства инвесторов. Компания Лукоил и Мецената Вагита Олег Первого. В Дворце спорта рядом с Лукоил-ареной будет крытый манеж, три футбольных поля, пять залов специализированной спортивной подготовки, 28 раздевалок и многое-многое другое. Помимо этого, на крыше дворца будут размещены два футбольных поля. Одно из полей получит трибуна на 3000 мест и будет сертифицировано для проведения официальных матчей. Реализовать проект планирую к 2026 году. Планы масштабные и очень круто то, что такие проекты появляются у нас. Всецело одобряю. И еще немного трансферных новостей. Буквально на днях появилась информация о том, что Спартак ищет нового вратаря. Причем называются разные фамилии, среди которых Ломаев из Крыльев, Акацев из Краснодара и Виландратов из Лока. Причем купить во что бы то ни стало кипера этой зимой не стоит. Но работы в этом направлении ведутся и летом возможно нашу команду пополнит новый вратарь. У многих, в том числе и у меня возникает вопрос, а кого менять, ведь у нас сейчас по сути три воротчика. Но по факту, если более-менее разобраться, то стабилен из них только лишь Александр Максименко. Селихов пока еще держит неплохой уровень, но очень травматичен. Ну а Свинов по тем матчам, что мы видели, пока слабоват. Возможно кто-то покинет команду и летом, этого мы сейчас пока что не знаем. Тем не менее, такие новости поступают, поэтому внимательно следим, к чем обернется вся эта ситуация. Еще одна около скандальная новость на этой неделе затронул Спартак 2. Причем не сколько саму команду, а сколько капитана двойки Максима Карпова. Все дело в том, что Карпов вместе с другими игроками питерской звезды, на базе которой формируется Спартак 2, будет капитаном новой образуемой команды. Он является воспитанником Зенита и болельщики, когда увидели, что он выводит нашу двойку в ранге капитана в товарищеском матче, сразу припомнили ему высказывание, которое он говорил 10 лет назад, будучи еще игроком молодежки Зенита. Там он заявил, что лучше ему родиться девушкой, чем играть за Спартак. Однако мало кто говорит, что сам Карпов не так давно извинился за свою фразу и сказал, что ляпнул ее не подумав, никого обидеть он не хотел и что впредь он 10 раз подумает, прежде чем что-то подобное говорить журналистам. Как бы то ни было, что было то прошло, но меня напрягает больше другой вопрос. Что в команде, целью которой является подготовка молодых футболистов для основы, делает 28-летний футболист? Зачем? Для чего? Мне лично непонятно. В свое время в двойке Спартака играли возрастные футболисты, но то были ветераны Спартака, которые передавали опыт нашим игрокам. Возможно и Карпов взялся для того, чтобы передавать опыт молодым игрокам, но какой в этом смысл я особо не понимаю. Короче, внимание к двойке в этом сезоне будет приковано немалое. Вот такие вот новости у нас были на этой неделе. Пиши свое мнение в комментариях, что ты думаешь по этому поводу. Не забывай подписываться на канал, ставить свой красно-белый лайк. Ну а за микрофоном был Максим. Пока!